Суд Ульяновска арестовал сроком на два месяца предпринимателя, которого подозревают в производстве суррогатного сидра. Этот напиток стал причиной смерти людей в нескольких регионах России. Число погибших только в Ульяновской области превысило 20 человек. Всего в регионе выявили свыше полсотни случаев отравления. Есть умершие в других регионах, в частности в Самарской и Нижегородской областях. А на складах и в магазинах в Удмуртии изъято около 14 тысяч литров пивного напитка мистер Сидр. Запрет на его продажу сейчас распространяется на всей территории страны. В нашей судье сенатор от Ульяновской области Сергей Рябухин. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, какова на сегодняшний день ситуация в вашем регионе? Что предпринимают местные власти для того, чтобы подобных случаев больше не было? Реакция на чудовищный вот этот случай отравления, массовое отравление страны губернатора была оперативной, быстрой. Губернатор русских Алексей Юрьевич сделал обращение граждан о приостановке покупки вот этого напитка, который был изготовлен на территории Самарской области, ввезен, распространялся в основном в Димитровграде и на территории города Ульяновска. Это информация, это обращение к гражданам Ульяновской области, сработало, подключились все службы, соответствующие правительные службы правительства Ульяновской области, торговые инспекции, Роспотребнадзор, ну, все, кто этим должен заниматься. Ну и, естественно, быстро включили следственные органы, правоохранительные органы, злоумышленника из соседнего региона привезли в Ульяновск, сейчас происходит вот следствие мероприятия. Как метанол, Сергей Николаевич, вообще попадают на пищевые производства? И какие меры необходимо принять, чтобы ужесточить контроль за этим? Метанол производится на предприятиях Российской Федерации приблизительно 4-4,5 миллиона тонн. И мы забили тревогу первый раз об этом год назад, когда, вы помните, в нескольких регионах подпольные изготовители, криминальные структуры, прямо скажем, использовали не этиловый спирт, а метанольный спирт для изготовления суррогатной водки, ядовитой водки. Реакция Валентины Ивановны Матвиенко тогда была быстрая, она поручила межсведомственную рабочую группу, которую я возглавил, разобраться и внести предложение. Мы, по сути, сделали три направления в своей работе. Первое, быстро включились вместе с правоохранительными органами, с правительством Российской Федерации, подготовили ужесточение в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс. И сейчас, если коротко не распространяюсь на детали, мы криминализировали вот этот вот вид деятельности с метанолом, значит, и сейчас максимальный срок, до 10 лет лишения свободы, штрафы, там и все остальное, я уже не буду об этом говорить. Я думаю, что вот этим злоумышленникам сейчас грозит как минимум 10 лет. Если не будут установлены другие причины, я не исключаю, что, может быть, там какие-то цели направлены, умышленные действия, связанные с какими-то злыми намерениями. Я не буду сейчас квалифицировать, террористические или там какие-то, иные какие-то, в общем, цели были. Но вот по этому запрещенному виду деятельности, то есть производство и оборот метанола, запрещенные, значит, вот, по запрещенным видам деятельности, наказывается до 10 лет лишения свободы. Я хочу возвратиться. Объем производства 4-4,5 миллиона тонн. В основном 70% идет на экспорт. 30% остаются у нас для того, чтобы там можно было биоиспользовать для производства красок, растворов и других химических соединений. И мы увидели о том, что, к сожалению, в правительстве неопределен уполномоченный орган, который отвечает за весь регламент производства, оборота, прослежимость этого ядовитого продукта. Ведь там 30 миллиграмм достаточно этого метанола для того, чтобы наступил смертельный исход, то есть летальный исход. И мы настаиваем на том, чтобы это был не Минздрав, а Минпромторг. Минпромторг, на предприятии которого, под ведомство предприятия, происходит производство. А в чем ужесточение этого регламента должно быть? Порядок производства. Имеет предприятие или не имеет лицензию на право производства? В каких условиях оно хранится, вот это изделие, продукт? В каких цистернах, в каких ёмкостях оно перемещается? Оно защищено от вторжения, от вмешательства, от кражи, от слива? Каким образом передается потовикам? Каким образом оно потом уходит в технологические процессы? То есть весь этот психологический цикл от производства, складирования, хранения, транспортировки, использования в психологических переделах, это все должно жестко регламентироваться. К сожалению, вот на тот момент, год назад, мы установили, что такого полномочного органа, администратора в структуре правительства нет. Поэтому Валентина Ивановна Матвиенко обратилась в адрес правительства. И от нас тоже пошло такое предложение установить полномочный орган, который должен был разработать жесткий регламент, нарушение которого влечет к уголовной ответственности. Ну и третье. Вот тот чудовищный такой перечень, большой перечень, во многих регионах отравления произошло. Мы обратились Роспотребнадзору ко всем проверяющим органам. Что вот из-под моратории надо вывести те предприятия, я имею в виду из-под моратории контроля. Контроля. Вывести те предприятия, которые занимаются производством продуктов питания и напитков. Это как раз тот вопрос, который сейчас у многих возникает. Абсолютно верно. Эта позиция у нас, наша межрежиссерная рабочая группа, она остается твердой. Нас, кстати, депутаты Государственной Думы поддержали в начале этого года. На площадке Государственной Думы рассматривался аналогично такой же вопрос. О качестве, о контрафактах. Сергей Федорович, бывший сенатор, Сергей Федорович Лисовский рассматривал этот вопрос. И он спрашивал наше мнение. Наше мнение консолидированное. Наша позиция Совета Федерации Государственной Думы. Мы стоим на позиции, что все, что касается продуктов питания и напитков, должно не выходить из-под сферы контроля. Никаких мораторий здесь не должно быть. И вот наше опасение, наша тревога, она, к сожалению, подтвердилась. Поэтому сейчас, на мой взгляд, не только правоохранительные органы, но Роспотребнадзор, все торговые инспекции, все, кто по долгу службы должен заниматься проверкой качеством и соответствием продовольствия и напитков, должны сейчас по полной мере проверить. Это очень такой серьезный тревожный сигнал, который привел к массовой гибели людей. Здесь надо наводить порядок. Сергей Николаевич, мы много и часто с вами говорим о работе, которая проводится Советом Федерации в этой сфере. И недавно принятый закон, вы уже о нем сказали, и увеличение наказания до 10 лет лишения свободы. По-вашему, отрезвит алкогольную мафию или все-таки это все таки будет продолжаться? Я думаю, что вот эта норма, которую мы инициировали, она уже вступила в силу месяц назад, она еще, правда, ни разу не была применена. К сожалению, вот этот вот печальный, трагический случай сейчас будет поводом для того, чтобы вот эта норма была использована, исполнена по полной планке, что называется. Чтобы не поводом остальным было. Да, я думаю, что сейчас это отрезвит многих, всех недорожесовестных, криминальных производителей. Я прошу, хочу воспользоваться простым случаем. Остановитесь, это же ведь, ну это чудовищный бизнес. Бизнес на крови. Если человек, который применяет метанол для производства продуктов, питания или напитков, он не может не знать, что это приведет к смертельному исходу, к летальному исходу, значит, он осмысленно, осознанно идет на убийство. А если так, то это и 10 лет даже мало. Мне кажется, надо вот... Кстати говоря, когда мы вносили законопроект на согласование в правительство, то мы предлагали не 10 лет, а 15 лет. Минюст нас настойчиво убеждал, что это чрезмерная такая, значит, вот норма, она антигуманная, вот достаточно 10 лет. Вот я думаю, что вот это вот сейчас случай массовой гибели как раз подтверждает, что наш подход был правильный. 15 лет с конфискацией имущества, конфискацией средств производства, продукции там и штраф. Там миллионные должны быть штрафы. Сергей Николаевич, еще один вопрос касается внешнего вида вот этих напитков. Они каким-то образом отличаются, потому что в интернете опубликованы фотографии в пластиковых бутылках, разлита какая-то разноцветная жидкость. Она так и выглядит? Или это действительно вот полноценная стеклянная тара? Как потребителю отличить контрфактный алкоголь от настоящего? Ну, во-первых, вот то, что в интернете размещено, я тоже видел, это готовая продукция, ситр, так называемая. Но он изготовлен с нарушением всех технологических требований норм. Во-первых, в сидр не должно добавляться спиртовых добавок. Изначально. Да, значит, это напиток, который должен, естественно, это древнейший напиток, там есть рецепт, есть, значит, все рекомендации. Но когда добавляют туда спирт, даже питьевой, этиловый спирт, это уже понятно, что это суррогат. Это уже сам по себе суррогат, он не должен продаваться на полках. А когда вместо этилова добавляют метиловый спирт, это смертельный яд. Поэтому здесь очевидно, вот сразу, даже без ознакомления следственных материалов, которые сейчас проводятся, это очевидно, что это грубейшее нарушение преступлений, которое привело к летальным исходам. Это во-первых. Во-вторых, значит, надо понять, и я думаю, следственные органы сейчас разберутся, каким образом в технологию попал метиловый спирт, значит, тогда он с каких-то складов, охраняемых складов, контролируемых складов попал. Я думаю, что всю эту цепочку надо сейчас проследить. И вот здесь мы опять упремся в тот вопрос, о котором мы уже целый год назад правительству предлагали. Если нет жестких регламентов производства, хранения, перемещения и использования в психологических переделах метилового спирта, значит, это будет обязательно найдена какая-то лазейка, из которой преступники будут изымать эту продукцию для того, чтобы сделать какое-то злоумышленное действие. Здесь надо наводить жесткий порядок. Но потребителей, наверное, призвать к тому, чтобы все-таки внимательнее смотреть, что они употребляют. Да, это обязательно. Конечно, надо смотреть. Внимательно смотреть на сертификат, на изделие, на паспорт изделия, на этикетку, хотя бы посмотреть на этикетку. Здесь надо обоюдная бдительность. И не только правоохранительных органов и контролирующих, проверяющих органов, но и самому потребителю надо быть внимательным и бдительным. Спасибо, Сергей Николаевич, за разъяснение. О борьбе с суррогатным алкоголем мы говорили с сенатором от Ульяновской области Сергеем Рябухиным. Спасибо.